так и еще один клик эта встреча записывать ну да добрый вечер я думаю у всех уже вечер добрый вечер участники прямых эфиров и спича навигатора меня зовут антон бурков мы каждую среду в 19.00 по московскому времени встречаемся в интернете и например в прямом эфире рассказываем раскрываем разные моменты связаны с обращением европейский суд по правам человека сегодня сегодня у нас гость приглашенный гость оксана труфанова оксана юрист юридического бюро фактум эксперт правозащитной организации за права человека оксана сегодня с нами поделится о том как обращаться в европейский суд за срочными мерами или как еще называют на общем будем называть их срочные да может оксана по-другому их называет при рассмотрении дел тяжелобольных заключенных и как я узнал о том что оксана вот эксперт в эти в этих вопросов в вопросах недавно оксана успешно обратилась в европейский суд с заявлением с ходатайством о применении срочных мер в отношении одного заключенного который был сильно болен и находился в колонии но к сожалению до европейский суд принял решение в пользу заключенного но к сожалению именно в тот день заключенный скончался это действительно сегодняшнее занятие не только о том как просить срочные меры но вообще как спасать жизни не много не мало немного слов про оксану с оксана я знаком уже много лет мы познакомились еще когда проводили уральскую международную школу по правам человека в екатеринбурге оффлайн формате тогда еще онлайн ничего не проходило вот и оксана мне запомнилось тем что она очень серьезно относилась к тому что преподавалась на вебинарах не потом уже в интернете фейсбуке постоянно встречался с тем как оксана применяет эти знания вот и мое представление а вообще кто не знает еще есть печи навигатор кратко скажу что мы здесь онлайн проводим и вот такие встречи каждую среду и полные курсы по обращению европейский суд по взысканию компенсации и наша задача наша миссия стоит в том что вообще мы верим что любой из любой человек юрист не юрист может самостоятельно обратиться в европейский суд и не совершать основные главные ошибки уже даже после одного занятия поэтому мы здесь онлайн помогаем людям правильно обращаться европейский суд чтобы успешные дела доходили до страсбурга хорошо оксана пожалуйста тебе слово здравствуйте коллеги как вы уже знаете меня зовут оксана труфанова я занимаюсь очень много лет примерно лет 7 вопросом связанным с оказанием юридической помощи и правовой помощи и правозащитные в том числе именно тяжело больным заключенным антон если можно покажите пожалуйста слайд 1 там как раз про то движение волонтерская которая работает тяжело больными это наше волонтерское движение сейчас секундочку я да она называется обреченный умирать в неволе она нацелена как раз на помощь тем заключенным которые умирают за решеткой в условиях лечебно-профилактических учреждений системы пенитенциарной в российской федерации что мы пропагандируем прежде всего прежде всего это то что заключенный тяжело больной это прежде всего тяжело больной и второе что каждый человек имеет право на оказание медицинской помощи самое главное что каждый человек имеет право умереть в кругу своей семьи в кругу близких как вы знаете в системе пенитенциарной нашей это все далеко не так человек умирает в одиночестве к нему не пускают близких ему зачастую не оказывается помощь и попираются все возможные его права потому что фомс как и минздрав российской федерации никакого доступа практически за решетку не имею а кроме того и регулируется и регламентируется как раз медицинская помощь для тяжело больных и для вообще больных и для всех осужденных которые за решеткой лечатся она регламентируется исключительно внутренними актами в син россии зачастую и так я расскажу о том сейчас еще кому помогли мы помогли уже очень многим порядка двадцати пяти человек из за за решетки мы освободили но не по тридцать девятому правилу освободили мы их по постановлениям номер три и номер пятьдесят четыре о которых я немножко позже расскажу на втором слайде антон сейчас покажет это наш первый подопечный которого мы освободили по одного из первых в 2013 году в далеком нет который в красной футболочке его зовут дима он к сожалению в прошлом году у нас скончался но с 2013 года по 2019 год он жил счастливо и на свободе что самое главное тюремные врачи говорили что ему осталось не более полугода освободили мы его по третьему постановлению еще до приговора суда а впоследствии применив еще 54 постановление в анамнезе у него были совершенно серьезные самые серьезные заболевания это вич инфекция и самое главное болезнь паркинсона дима был акробатом цирке дюсалей достаточно успешным цирка чем но пристрастился к наркотикам из-за того что как раз заболел болезнь паркинсона и вот историю дима мы несем всегда в массы рассказываем о нем потому что это как раз человек который доказал всей своей жизнью после освобождения доказал то что можно не принимать наркотики и что можно нормально жить нормальной жизнью после освобождения за решетки это как раз тот человек который стал нашим талисманом можно так выразиться еще вот если посмотрите вот один художник это 4 слайд из нашей челябинской области воодушевился рассказом про диму и вот такую эмблемку нам нарисовал которая теперь является нашим нашей эмблемой и нашим таким символом кроме того на четвертом слайде вы уже можете увидеть кто-то из вас филатова александра александровича это не безызвестные заключенные которому тоже оказывали помощь его многие юристы россии знают а четвертый слайд он там лежит его не хотели освобождать по болезни как не хотели лечить он был практически прикованным к постели инвалидом к счастью его освободили это заняло заняло примерно от трех до пяти лет человека уже практически похоронили но сейчас он живет городе оренбурге на родине он передвигается чуть-чуть то есть нормальный человек который может жить спокойной жизнью и получать врачебную помощь уже на свободе мы его освобождали по 54 постановлению и так сейчас я хочу немножко сказать о том какой базой мы руководствуемся это все подводка под 39 правило чтобы понимали что важно знать на слайде слайд 5 на слайде вы можете видеть основные я записала под закон нормативно правовые акты на которых мы основываясь ведем свою деятельность в основном наши подзащитные по 39 правилу в отношении которых мы подаем это онкобольные это вич инфицированные в стадии терминальной уже спид 4b и основная часть это больные туберкулезом как раз последний из тех кто у нас скончался при коммуника при начале коммуникации в ювспч это вот больной туберкулезом так вот а это 77 закон федеральный о предупреждении распространения туберкулеза в российской федерации от 2001 года и к нему же внутри постановление правительства 892 а от 2000 от декабря там у меня немножко опечатков 2001 года о реализации вот этого 77 закона федерального как раз таки этот закон он практически за решеткой не работает в 2017 году мы будучи членами о нка брошюру мониторинг туберкулеза за решеткой выпускали она есть в интернете я потом ссылки все пришлю кому надо и вот там подробно написано как раз про таких больных как им оказывать помощь как обжаловать и так далее второй нормативно правовой акт это федеральный закон 323 конечно же об основах здоровья граждан российской федерации как вы понимаете он тоже не очень то и работает если дело касается пенитенциарной медицины но однако у нас ведь заключен это тоже граждане российской федерации и третье это очень важное постановление я прошу обратить на него внимание особенно про него мало кто знает его мало кто применяет особенно из адвокатов почему-то не интереснее не интересующихся этой темой абсолютно это постановление правительства от 28 декабря 2012 года номер 1466 оно как раз регулирует консультирование заключенных больных за решеткой то есть на находящихся в тюремных больницах либо в следственном изоляторе либо в колонии даже консультации врачей узких специалистов гражданских то есть из любой государственной больницы вы можете завести к нему врача для консультации если считаете что ему выставлен неверный диагноз кроме того вы можете и завести человека который возьмет у него анализы это даже платные центры оказывающие такие услуги врача из частного центра кстати тоже можно завести если соответствует его квалификация тому что необходимо в правилах и если его учреждение имеет лицензию там ряд документов нужно предоставить но вот это постановление но очень важно и как раз в 30 когда вы подаете потом по 39 правилу либо просто пишите жалобу в европейский суд по правам человека в защиту заключенного то именно это постановление необходимо указывать и вы можете привлекать этих специалистов для установления верного диагноза чтобы не занижали стадию и не подделывали как у нас это бывает в врачебной комиссии четвертое это постановление правительства как раз таки номер 54 между прочим поправки от февраля 2020 года дают большие возможности для реализации медицинской для реализации права на медицинскую помощь однако как мы видим в последнее время не очень-то всины и желает ее реализовывать исследовать этому постановлению измененному желая следовать как раз таки не измененному когда у всина были руки развязаны на все еще важно постановление номер три о котором тоже многие забывают это медицинское освидетельствование тех кто еще не осужден но находится под стражей по 39 правилу мы освобождали как раз человека из под стражи до приговора суда у него была кардиомиопатия это достаточно серьезное сердечно-сосудистые заболевания однако следователь никак не желал поэтому постановлению освидетельствовать поэтому нам пришлось его в рамках суда уже освидетельствовать а впоследствии применить 54 и так человека достаточно тяжким тяжкой статьей и с обвинениями тяжкого характера у нас остался на свободе доживать свои дни два года он уже живет и здравствует наблюдается в гражданском кардио центре это по 159 статье он был осужден еще важная очень вещь это приказ директоров син россии номер 13 37 29 01 от 9 марта 2011 года это о выполнении рекомендации екпп и постановление еспч это как раз таки то тот самый приказ который по сути внутренний приказ приказ пенитенциарного ведомства там описано очень много всего в том числе и соответствие условий содержания материально-бытовых минимальным стандартным правилам чаще всего это касается безусловно тех кто еще находится под стражей что если тяжелобольной находится под стражей а в сизо как вы знаете условия порой суровые то безусловно об этом приказе необходимо говорить это вот самая основная база нормативно-правовая на которую следует следует оглядываться еще можно массу всего найти но я думаю что не стоит усложнять и этого вполне достаточно в слайде 51 я хочу рассказать антон скажите пожалуйста оксана у меня нет номеров слайда называет что там нарисовано написано там такой коллаж где написано а конвенция в середочке вот это да я хочу рассказать о том какие на какие статьи конвенции вы можете ссылаться это вот старая книжечка у меня конвенция еще которую мне когда-то дали на учебе в комитете против пыток и мы до сих пор до сих пор ею пользуемся так вот прежде всего это конечно же статья 3 запрещение пыток почему она потому что ну тяжелобольной которым не оказывается помощь он испытывает страдания которые являются безусловно серьезными достаточно и мы подаем 39 правило основываясь на статье 8 статья 8 это право на уважение частной семейной жизни мы подаем не только от заключенного заявитель у нас по 39 правилу выступает не только заключенный но еще выступает заявителем один из его родственников мы придумали такой механизм почему мы придумали потому что отчасти это тоже сделано для того чтобы впоследствии родственники смогли получить компенсацию отдельно от заключенного который тяжелобольной ведь мы знаем что они зачастую не доживают об этом я тоже немножко позже расскажу еще статья 13 это право на эффективные средства правовой защиты по данному по данной статье у нас еще не было ответов еспч еще не не сказали что не приемлемо ли в этой части жалобы или приемлемо но мы пытаемся эти статьи продвинуть по тяжелобольным еще статью 14 если дело касается заключенного тяжелобольного который у вас не гражданин российской федерации когда мы подаем по постановлению 3 либо постановлению 54 ходатайство об освобождении в связи с болезнью или освобождению из-под стражи и на домашний арест зачастую отказывают связи с тем что человеку негде жить его некому забирать и так далее поэтому мы считаем это ничем иным как дискриминацией и пытаемся продвинуть также статью 14 а сейчас у нас появилась в последней жалобе еще и статья 15 нашему тяжелобольному отказывали в доступе к адвоката и отказывали в доступе гражданского врача специалиста в связи с тем что у нас в российской федерации а в частности в челябинской области карантин до 12 июля а следовательно нельзя рисковать здоровьем заключенных и никого мы к ним не пустим мы считаем это ничем иным как нарушением статьи 15 то есть это как раз таки отступление от соблюдения обязательств чрезвычайных ситуациях и считаем сейчас необходимым попробовать применить эту статью таким образом мы немножко расширили применение жалоб основания для применения жалоб и статей в европейском суде в отношении тяжелобольных и решили продвигать вот именно эти статьи и попробовать посмотреть какие из них будут приняты приемлемыми а какие нет соответственно думаю это очень интересный будет опыт и я вас вам всем предлагаю включаться теперь я наверно перейду к тому что ж такое миха ну что такое вообще тридцать девятое правило до тридцать девятое правило что такое применение обеспечительных мер когда это не значит что вы можете по тридцать девятому правилу просто вот захотели вы и взять и написать потому что во первых не не пройдя какой-то механизма или алгоритма защиты национальном суде вы не можете просто взять и произвольно если вы захотели послать факс по тридцать девятому правилу в еспч потому что во первых это является злоупотреблением правом во вторых это является вредительством даже в какой-то степени почему потому что вы загружаете суд а еще потому что кто-то более нуждающийся в помощи не получит ее потому что на ваши просто пустое пустую жалобу придется отвечать судим действительно правило тридцать девять в регламенте суда закреплено в европейском и в соответствии с этим правилом по обращению стороны в деле или любого другого заинтересованного лица а например вы как представитель или как адвокат либо родственник европейский суд по правам человека может наложить обеспечительные меры надлежащего порядка для проведения производства по делу согласно практическому руководству по применению обеспечительных мер по правилу 39 эти меры являются обязательными для государства в отношении которого эти меры приняты например для российской федерации против которой мы подаем жалобы такая обязанность вытекает из того что в статье 34 конвенции о защите прав человека основных свобод государство участники обязываются воздерживаться от любого действия или бездействия которое может воспрепятствовать эффективному осуществлению права на индивидуальную жалобу в европейский суд не нет не исполнение государством обеспечительных мер может представлять собой нарушение соответственно этой конвенции что же это значит это значит что вы подав жалобу получаете некие обязательства для российской стороны по осуществлению обеспечительных мер что такое обеспечительные меры если вас не пускают к вашему подзащитному в больницу тюремную либо в следственный изолятор тяжелобольному либо в тюрьму либо в колонию вы можете подать конечно же в юиз по чепу и требовать допуска к своему подзащитному однако перед этим вы должны доказать о том что российская федерация вас не пускает что это значит это значит у вас должно быть заявление с отметкой и соответственно жалоба в прокуратуру либо отказ в син ведомства о вашем допуске и опять же таки у вас должны быть основания для того чтобы вы обратились европейский суд по правам человека не просто голословные обвинения российской федерации как у нас некоторые любят спешить и делать поэтому я посчитала нужным показать вам еще один слайд это антон красным цветом что надо сделать примерно хотя бы перед подачей жалобы по правилу 39 здесь написать жалобу на первое написать конечно жалобу на не оказание медицинской помощи если она не оказывается или оказывается некачественно во всем и в прокуратуру по надзору писать в минздрав в горздрав в роспотребнадзор и так далее а также в администрацию президента бесполезно у вас должен быть ответ из компетентного ведомства второе получить консультацию у гражданского специалиста по тому постановлению о котором я говорила раньше это совершенно замечательно постановление 1466 если вы думаете что человека лечат неправильно если человека не лечат или если выставлен неверный диагноз например занижается стадии он в реанимации умирает а ему ставят что он в удовлетворительном состоянии и третья стадия вечер в стадии ремиссии да поэтому это важно чтобы у вас такие бумаги были чтобы вы не просто на словах говорили не лечат ничего не делают таблетки не дают и так далее подать третье подать ходатайство в суд по постановлению 3 если человек под стражей или по постановлению 54 если он отбывает наказание если вы не подаете данное ходатайство либо вы почему ну вы должны доказать почему вы этого не делаете тут вопрос поступил я отвечу да как поступить если не отвечает ведомство такого быть не может я считаю что это лукавство почему потому что ведомство отвечает по соответственно по 59 федеральному закону в течение 30 дней если вы подали письменно другой вопрос пожалуйста не бегайте по ведомствам не оставляйте им там эти бумажки на руки прокурору или сотруднику всен отправляйте все через интернет приемную там регистрируется все автоматически указывать адрес электронной почты безусловно вам придет ответ он придет в течение 30 дней если он в течение 30 дней не пришел пожалуйста пишите жалобу на них на неполучение ответа другой вопрос иногда нет 30 дней да и человек умирает лежит вот завтра он умрет тогда 39 правило приемлемо но вы должны направить и у вас должно должно быть доказательство того что вы направили такую жалобу не может быть такого чтобы на жалобу не было ответа еще раз отвечу если вы все сделали правильно и зарегистрировали должным образом я продолжу а потом если можно после своей своего своей лекции небольшой я отвечу на все вопросы дополнительные кто захочет задать их четвертое что нужно сделать вот как раз к вашим вопросам получить хоть какие-то отказы либо получить доказательство затягивания ответа либо не получение ответа то есть доказательство затягивания это что такое когда вам не ответили в течение 30 дней либо написали что продлена проверка но у вас опять же таки есть промежуточный какой-то ответ и что еще самое важное пятое попасть к подзащитному и зафиксировать нарушение а также это можно сфотографировать его адвокаты имеет право как вы знаете фотографировать подзащитного адвокаты которые не могут с фотоаппаратом пройти вместо лишения свободы называть бездельниками потому что они не обжалуют это не доходит до нужной нужной стадии судебной с этим вопросом допустим сложнее попасть человеку который не являются адвокатом и ему сложнее зафиксировать однако можно попросить сотрудников син который с вами рядом находится и наблюдает за вашей встрече подзащитном ну либо там камеры какие-то стоят вы можете написать заявление прошу предоставить видеозапись либо вы можете пригласить сотрудника это именно меди медика и раздеть человека смотреть опять же таки на камеру и попросить предоставить вам видеофиксацию это очень важно и к слову если вас не пускают также важно зафиксировать не допуск не допуск вы сами знаете как фиксируют вы предоставляете все документы предоставляете заявление о встрече с подзащитным и если вам ставите отметку на этом заявлении даже если вас не хотят пускать и не хотят ставить отметку ваша задача зафиксировать что вы отдали это это заявление и поставить отметку в канцелярии либо зафиксировать на видео что вы отдали человеку зачастую на кпп можно отдать такое заявление выходит специалист который в тюремной больнице например из отдела кадров и он вам вынесет отметку такую это очень важно и в жалобе 39 вы указываете все это так я сейчас пример приведу конечно я не буду вам сейчас давать свои жалобы как пример да чтобы их переписывали так отвечу на вопрос позже заставляют написать заявление об отказе по защитнику там тоже есть неоднозначная практика она касается не только тяжело больных вы можете потребовать письменно заявление вам предоставить но если человек отказывается от вашей помощи ну пусть отказывается но я с таким не бегаю но заявление вы может должны у них взять то есть чтобы удостоверить что действительно человек отказался а так но не хочет не надо так теперь я расскажу какую же как писать жалобы в есть паче по 39 правил вы непременно должны сделать это правильно я дам здесь номер факса на которые отправляются антон там есть номер факса седьмой по моему слайд до факс для оправки там написано в такой две строчки там всего факс для 39 правила да вот это номер который работает через программу не хочу рекламировать конечно но придется через программу памфакс это совершенно волшебная программа она с компьютера отправляет факсы вам приходит отчет о доставке этого факса в есть паче и примерно через пару дней вам еще и ответит есть паче о том что ваша жалоба принята по 39 правил я не буду вам давать опять же повторюсь тексты жалоб которые я пишу но я расскажу вам как это все делается вы вспоминаем красную табличку что вы должны сделать перед тем как написать по 39 правилу жалобу если вы считаете что есть прямо крайняя необходимость в обеспечительных мерах и когда вы это все проделаете достаточно быстро все можно проделать за неделю примерно вы все это перечисляете в хронологическом порядке в жалобе по 39 правил прям так пишите первое такого числа человек был осужден второе такого-то числа он прибыл в такое-то учреждение третье такого числа у него было установлено бумагу господи на бумаге такое-то заболевание четвертое такого-то числа произошло ухудшение его перевели в больницу и так далее пятого такого числа его посетил специалист такого-то числа назначена комиссия то есть у вас все должно в хронологическом порядке быть расписано и будет расписано не не совсем длинно а примерно на одну страничку чтобы факт факс у вас этот умещался на одну страничку иначе у вас будут будут простыни которые будет просто тяжело читать и отправлять факсом тоже неудобно то есть нужно как можно как можно жестче прямо вот это все укомплектовать каждую строчку чтобы было коротко ясно и по сути и чтобы не было ничего лишнего не надо писать всяких страшных вещей рассуждая о жизни и смерти это и так все всем понятно но нужно писать все с отсылкой на закон если вы не делаете отсылок на нормативно-правовую базу на которую вы ориентируетесь то соответственно вам вероятнее всего откажет потому что судья испечения обязаны знать закон российской федерации вдоль и поперек поэтому такую подсказку небольшую я дала это вот как раз тот слайд где написано база на которой мы основываемся и лишнего еще раз повторю ничего не надо это все будет на стадии коммуникации уже большой полноценной жалобы когда вы ее подадите уже после того как обеспечительные меры будут приняты и если останется необходимость в том чтобы продолжить переписку с европейским судом по правам человека обычно когда тридцать девятое правило уже исчерпано суд присылает вам суд присылает вам слайд восемь антон там штрих коды где это ответ на нашу жалобу 3 по 39 правилу ревягин против россии одного из наших подзащитных суд присылает европейский вам в конверте в бумажном формуляр присылает вам штрих коды и присылает вам предложение о том что вы можете подать полную жалобу как вы можете ее сделать если если опять же таки не устранено по вашему мнению все нарушения в отношении подзащитного вот конкретно в отношении этого подзащитного у нас еще ничего не устранено и жалобу мы в есть пч полную направили несмотря на то что по 39 правилу российская федерация приняла все меры о которых мы просили и коммуникация конкретно по 39 правилу закончена а началась коммуникация уже по основной большой жалобе к нему допустили гражданского специалиста эндокринолога хирурга к нему допустили нас хотя не допускали поэтому мы просили обеспечительные меры то есть все что можно было по 39 правилу российская федерация сделана и соответственно поэтому она уже не актуальна но нам предложили подать полную жалобу по условиям содержания этого тяжелобольного что мы и сделали то есть ваша жалоба может вылиться в большую жалобу которая будет рассмотрена позже в приоритетном порядке между прочим ну бывает так что наши заявители к сожалению до рассмотрения жалобы полноценные уже не доживают бывает так что не доживают они и до обеспечительных мер как случилось с еще одним нашим подзащитным фурсовым как раз таки который у нас умер не так давно на прошлое чуть чуть меньше двух недель назад от туберкулеза и он содержался в лпу-3 челябинска когда ему стало плохо мы подали по 39 правилу почему мы это сделали потому что мы знали что человек в реанимации а если человек в реанимации соответственно на состоянии здоровья у него не такое удовлетворительное как нам говорят врачи лпу-3 челябинска мать поехала к нему ее не пустили как мы знаем в российской федерации да по реанимациям действуют новые законы и что родственники в реанимации тяжелобольного могут посетить в данном случае матери было отказано и подать пост по постановлению 54 мы тоже уже не успевали мать подала ходатайство начальнику лпу-3 но он никаких мер не приняли не предпринял а в суд ходатайство не ушло врачебная комиссия назначена по особо по наличию заболеваний препятствующих отбытию наказания по 54 постановлению не было поэтому мы подали по 39 правилу через два дня нам пришел ответ из еспч о том что направлено направлено на требования об обеспечительных мерах российской федерации российская федерация вместо того чтобы принять обеспечительные меры попросила об отсрочке до 6 июля и еспч удовлетворил ходатайство российской стороны и предоставил отсрочку до 6 июля через два дня наш подзащитный умер что мы сделали когда мы подавали тридцать девятое правило по тридцать девятому правилу жалобу мы включили мать заявители и указали нарушение статьи 8 соответственно сейчас после смерти нашего подзащитного мать является все еще заявителем по тридцать девятому правилу и коммуникация продолжается и жалоба будет конечно же полноценно расширенная подана в еспч уже по нарушению и третьей статьи и статьи 8 есть постановление еспч например гасанов против россии но 16 октября 2014 года когда сам заявитель уже умер и еспч присудил и его родственницам павловой и семеновой которые да антон она нет она не может быть по третьему правилу но она может поддерживать заявление и ее сына нет по тридцать девятому по по третьему по третьей статьи она не может только по восьмой в данном случае потому что у нее она не достигла максимума страданий до того как он умер то есть здесь данном случае максимум страданий безусловно уже он не может доказать ничем но это спорный вопрос но я думаю что будет отказ так вот продолжил павловой семеновой которые продолжали поддерживать жалобы умершего гасанова после его смерти присудили компенсацию в размере 5000 евро и еспч в этом решении отклонил ходатайство российских властей об исключении жалобы из списка подлежащих рассмотрению дел в связи со смертью заявителя власть утверждали что жалобы на условия содержания под стражи тесно связаны с личностью заявителя это вот как раз вопрос о моральных страданиях а потому родственники скончавшихся заявителей не могут продолжать поддерживать такие жалобы в отсутствие общего интереса в рассмотрении таковых и который в данном случае российская сторона не усмотрела суд указал что также сослался на еще одно постановление это олег журавлев против россии жалоба от 10 июля 2014 года где подробно проанализировал этот вопрос и перешел к выводу что родственники скончавшихся заявителей могут продолжать поддерживать поданные жалобы на условия содержания под стражей вот эти наши жалобы по тяжелобольным является ничем иным как имиджа и что по данному делу тоже нет оснований для уклонения от такого подхода теперь к вопросу о том слышно меня да к вопросу о том кто может быть защитником по данным жалобам представителям в суде по правам человеком сегодня анализировала сайты адвокатов российских и увидела что многие пишут что вы знаете участие адвоката при обращении в еспч это очень необходимо на стадии когда жалоба признана приемлемой и вообще на стадии подачи жалобы это тоже очень важно чтобы подавал именно адвокат потому что иначе там вашу жалобу не примут на самом деле далеко от действительности любое лицо может быть представителем еспч даже не юрист даже не имея юридического образования однако вопрос о наличии юридического образования у вас может возникнуть тогда когда вы пожелаете получить компенсацию когда за оказание юридических услуг тогда вам лучше бы иметь под рукой договор на оказание юридических услуг мы еще до этой стадии не дошли ни разу поэтому не могу вам точно сказать затребует ли у нас европейский суд по правам человека диплом но договора мы со своими заявителями и со своими подопечными имеем всегда в том числе имеем и заявление от них о том что они просят нас оказать им юридическую помощь а также от их родственников мы тоже берем такие заявления и составляем с ними договоры для оказания юридической помощи я думаю что это очень важно однако бывает и злоупотребление же правом когда в европейский суд подают лишь для того чтобы ходить например на встречи со своими мужьями не имея при этом никаких не имея при этом никаких юридических познаний и даже элементарных познаний о том что такое европейский суд правом человека о том что такое когда право есть на обращение когда этого права нет и соответственно злоупотребление правом недопустимым и поэтому я еще раз призываю всех не подавать пустые жалобы по 39 правилу если на самом деле это не вопрос жизни и смерти вашего подзащитного и если нет действительно насущной необходимости в наложение обеспечительных мер а сейчас пожалуй я наверно все рассказала основное и на вопросы если смогу отвечу я видела что там они были только не могу понять где мне их посмотреть а сейчас попробую прочитать если а ты видишь да да я нашла сначала про выбор конечно это можно пропустить это да если заставляет заключенного написать заявление об отказе вот защитника до бывает к сожалению такое я уже отвечу немножко ответила если человек отказывается я вам просто честно дам совет не бегайте за ними ну отказываются отказываться вам других хватит очень много людей нуждающихся вашей помощи вот насчет статьи 3 я считаю что все таки спорно потому что мы сейчас будем поддерживать статью 8 по статье 3 конечно же есть пч сразу начала коммуникацию связи с жалобой по 39 правилу до в отношении как раз такие ее сына потому что мы выступали в защиту сына но и она была у нас заявителем однако сейчас я думаю что все-таки статьи 3 здесь может не быть а статья 8 точно будет но кстати со статьей 8 8 тоже все сложно да вот здесь тоже другой другой практику приводили по после смерти заявителя формуляр какой по 39 правилу нет никакого формуляра вот я что еще не сказала я уже объяснила как это все описано пишется но у вас единственное что должна быть конечно шапка что кто вы куда вы обращаетесь и что вы хотите самое главное а никакого формуляра нет формуляр есть к обычной жалобе есть печи а в 39 правило но подается произвольном виде я видела сотни таких жалоб от разных адвокатов все пишут совершенно по-разному но мы вот выработали свой так сказать формуляра наш личный для чего этот формуляр мы выработали для того чтобы у нас была общая общий алгоритм подачи таких жалоб мы просто вписываем под каждого подзащитного его диагнозы и подаем типовую про типовые жалобы по 39 правилу который мы сами разработали методом тыка так сказать и методом сравнения жалоб по 39 правил других юристов которые с нами делились когда-то так под пытками заставляют отказаться если вы считаете что под пытками вашего подзащитного заставляют отказаться от вас как защитника опять же таки если он у вас тяжело больной я сейчас рассказываю тяжело больных но если даже не тяжело больной а его заставляют отказываться от вас вы Вы вправе подать, конечно, такую жалобу и потребовать в обеспечительных мерах указать встречу с вами, чтобы, если вы его представитель, то Российская Федерация обязана обеспечить вам встречу вас и вашего подзащитного. Тогда вы поймете, под пытками это или не под пытками, или это за поблажки. Угроза убийством является ли основанием для подачи по правилу 39? Не совсем понятен вопрос, кого угроза убийством, кого там убивать собрались. Немножко конкретизируйте, пожалуйста. Пожалуйста. Жалоба подается на русском языке, да, шапка подается на английском языке, жалоба подается на русском языке, в том числе коммуникация с вами впоследствии идет как на русском языке, так и на английском. Я не знаю, чего это зависит, вероятно, от секретариата судьи, который жалобу принимает. На английском, на французском и на русском языке вы можете подать, если владеете. Мы подаем на русском языке. Есть ли еще вопросы? оксана можно я голосом задам как вы обычно оформляете полномочия доверенность это именно вот в какой форме она заполняется и если сложности можно ли вообще обратиться вот если действительно срочные меры без доверенности мать заключенного до мать заключенного тоже может обратиться и может обратиться просто юрист и может обратиться адвокат обращен как пишется прошу принять обеспечительные прошу наложить обеспечительные меры и обязать российскую федерацию а если вам не оформляют доверенность мы зачастую подаем с российскими доверенностями то есть имея обычную типовую доверенность от начальника колонии вот с таким доверенности мы подаем впоследствии оформляем по формуляр на всякий случай, где он расписывается. То есть формуляр по полной жалобе я имею в виду. Когда мы к нему первый раз приходим на встречу по обеспечительным мерам, мы уже стараемся подписать формуляр для ЕСПЧ и уже имеем его подпись, где написано, прописаны наши полномочия. То есть впоследствии вы обязательно следуете той форме, которая есть на сайте Европейского суда формы. Да, мы это делаем. Мы считаем, что так лучше делать, потому что это хотя бы какая-то страховка, чтобы сотрудники в СИН не говорили, что вы никто, и просто взяли и решили написать жалобу и испортить Российской Федерации репутацию. Спасибо. Ребята, еще есть вопросы? Так, что касается, подали жалобу по 39 правилам, так, не вижу, Антон. Я прочитаю. Подали жалобу по статье 39, пришел ответ положительный ЕСПЧ. Как дальше действует? Например, перевод в больницу из СИЗО? Ну, как дальше действовать? Вам там написать должны были, как дальше действовать. Во-первых, ждете вы ответа Российской Федерации, потому что после вашей жалобы по правилу 39, следующий ход, как белые и черные, да, в шахматах, следующий ход за Российской Федерацией, за господином Гальпериным. Он запрашивает у тех, на кого вы жаловались, всю меддокументацию, всю суд дела и излагает вам. ЕСПЧ вам присылает их ответ, и впоследствии вы присылаете к нему свои замечания. То есть, ну, чаще всего такие вещи сразу решаются. И даже забыла, кстати говоря, сказать о том, что если вашего тяжелобольного не освобождают по 54-му постановлению, конкретно про это, в 39-й правиле, если есть отказ суда, вы писать не можете. Вы не можете писать в требованиях в Европейский суд, прошу немедленно освободить, или там прошу обязать Российскую Федерацию немедленно освободить его моего подзащитного, потому что это немножко другое. Это не неоказание медпомощи, и это не срочные меры. Это уже российский суд. И вы идете обжаловать, и уже идете потом впоследствии по общему правилу, если вы не согласны. То есть задача ведь Европейского суда не освободить вашего подопечного, который, к слову, является преступником по 54-му постановлению или по 3-му, а лечить его. То есть обязать Российскую Федерацию и все-таки оказывать ему медицинскую помощь. И вот об этом часто все забывают, поэтому многие жалобы по тяжелобольным признаются неприемлемыми, к сожалению, и портят всю статистику. А так вот, к слову, что когда коммуникация по 39-му правилу начинается, Российская Федерация зачастую сама бежит в суд немедленно на следующий же день и быстренько освобождает тяжелобольного, чтобы уже сказать, что «а вот мы его освободили, лечить мы его не можем». Да, действительно, онколога у нас в штате нет, или ангиохирурга, или хирурга-эндокринолога, но мы его освободили, пусть идет и лечится в гражданской больнице. И иногда их даже прямо из ЛПУ-3, допустим, нашего Челябинска, напрямую перевозят в горбольницу для проведения операции или химиотерапии. И считается, что уже началось лечение. Естественно, 39-му правилу коммуникация прекращается. Так, еще какие-то вопросы были? Какой процент удовлетворенной ходатайности о предоставлении мер? Сто процентов. Сто процентов. Это, Оксана, благодаря вашей великолепной работе общая статистика, вот я сейчас отправил, нашел в 2019 году, 145 случаев только удовлетворяет, отклоняет 544 случаев, это 34%. Всего 10% удовлетворяется, а большая часть, 56%, вообще подается ходатайство. Таких ходатайств в принципе не надо подавать, потому что они выходят за рам. Да, о чем я и говорила, да. Что чаще всего есть злоупотребление правом, к сожалению, и почему-то люди думают, что ЕСПЧ это конвейер. Ну, наш, мы подаем редко, но у нас они все удовлетворяются и, к счастью, людям действительно помогают, за исключением нескольких случаев, вот когда у нас смертельный исход имел место, когда люди не доживали. Вот подробнее пришлю ссылочку, там посмотрите про статистику. Еще, пожалуйста, есть вопросы? Да, еще, кстати, забыла сказать, в ЕСПЧ есть такая тенденция появилась, не очень хорошая, это по правилам, вообще по подаче, по общему формуляру. Когда ЕСПЧ отказывает и признает жалобу неприемлемой, в том числе по тяжело больным, у нас такое было, ссылаясь на то, что человек не подписал формуляр. Хотя человек подписал формуляр, я не знаю, с чем это связано, то есть с загруженностью ли суда, либо еще с человеческим фактором, но такое, к сожалению, бывает, и человек оказывается действительно без компенсации какой-то за неоказание медпомощи. Увы, я думаю, что это все связано с такой лавиной в подаче по 39 правилу и загруженностью суда, и загруженностью этого факса, и поэтому еще раз призываю, если нет необходимости, не подавайте, пожалуйста. Оксана, а вот если действительно есть такая техническая ошибка, я спеча, думаю, говорит, что не было подписи, вы точно уверены, что подпись есть? Можно ведь снова обратиться в СПЧ и сказать, что это ошибка, и они исправляют эти ошибки. Да, но это время. Да, да, это время. А вопрос был, надо ли писать в жалобе, что испытывает невыносимую боль? Безусловно. Нужно писать о том, что уровень, допустимый уровень моральных страданий достигнут, и что человек испытывает муки, боль, описать как можно подробнее, болевые ощущения, но вы просто не врач, и вы не можете говорить от имени врача, поэтому вам, как я уже говорила, необходима ссылка на заключение специалиста, и поэтому я вас призываю использовать постановление 1466 для того, чтобы гражданского врача завести, для того, чтобы он очень подробно описал все муки, которые испытывает ваш подзащитный. Вот, если я могу, Оксан, добавить, я просто недавно слушал лекцию Ехрак на английском языке, я бывший юрист из ПЧ, который как раз занимался вот этими срочными мерами, говорил о том, что если вы не можете завести врача в СИЗО, там, да, в колонию, то можно взять медицинские документы и передать на заключение экспертам сторонним, да, медицинским, и уже вот эти, это использовать как доказательство, как тут пишется, невыносимой боли, потому что если вы напишите просто в формуляре невыносимую боль, надо доказать эти слова, чем вы будете доказывать, вот нужно приходится так экспериментировать, и что-то. Да, безусловно, заключение специалиста нужно, и опять же, такие, ищите врачей, соратников, ищите врачей, волонтеров, мы вот нашли врачей, которые за деньги ходят в колонии, по этому постановлению, по реализации этого постановления 1466, также мы нашли волонтеров, которые нам пишут заключение, я думаю, что все возможно, единственное, что немножко нужно приложить голову и понять, как доказать. Оксана, вот Антон спрашивает, можно ведь подать ходатайство по правилу 39 до подачи жалобы веспечения? Это все так и делается, да, до, потому что иногда мы не можем подать полную жалобу, потому что для ее составления нужно время, а человек уже умирает, поэтому мы подаем по срочным мерам по обеспечительным, по наложению обеспечительных мер по неоказанию медпомощи или некачественному оказанию медпомощи по 39 правилу, но в основной жалобе вы ссылаетесь на то, что вы такое подавали и пишите, соответственно, тот номер, который вам был присвоен. Еще Евгений Ифанов спрашивает, подписывать формуляр должен заявитель или представитель? Ну, может и заявитель, и представитель подписать. Мы предпочитаем, чтобы подписывал наш заявитель, поэтому при самой же первой встрече с заявителем мы ему приносим уже распечатанный формуляр, чтобы он его подписал. Я хочу еще добавить, Оксана, если можно, Европейский суд, по крайней мере, из той лекции, которую я слышал, есть случаи, когда они отказывают в рассмотрении ходатайства на том основании, что нет доверенности у представителя от заявителя. По одному российскому делу такое было. Исаков, что ли? Извините, не запомнил имя. В общем, к этому надо относиться очень серьезно, к доверенностям. Если есть возможность подписывать на формуляре ИСПЧ именно в доверенности, то это нужно делать. Либо в первый же предоставившийся случай это сделать. Вот поэтому я предлагаю сотрудничать еще и с родственниками. Если вы не можете ответить, у нас с сэр и сэр и сэр и сэр и сэр и сэр Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, давайте немножко подождем, может быть, что-то случилось с интернетом. Прошу прощения. Так, Оксана, вернись, пожалуйста. Да, Оксана просто почему-то ее, видимо, выбила из эфира, я ее просто не вижу. Да, вот Оксана пишет, что она вышла из эфира случайно, сейчас свяжется обратно. Так, Оксана вернулась, сейчас, секундочку. Оксана, меня слышно? Слышно ли меня? Да, продолжаем. Да, на видео не видно, да? Нет. Да, но у меня что-то с Wi-Fi сегодня, простите меня, пожалуйста, но можно продолжать. Ничего, Оксана, продолжай. На каком вопросе... Да, я советую сотрудничать с родственниками, потому что вы всегда можете заручиться их поддержкой и подать по 39-му правилу от имени их. То есть заявителями уже они выступают в защите тяжелобольного своего сына, мужа или брата. Такие жалобы тоже принимают. У нас отказов пока еще не было по ним. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста, ребят, уникальная возможность. А сколько вообще, Оксана, занимает время, уже когда у вас есть свой формуляр, отточенная технология подготовки этих жалоб? Нет, не жалоб, наверное, это ходатайство о применении срочных мер. Сколько занимает времени у вас на подготовку? На самом деле это немного времени занимает. Нет, если вы сходили, выполнили весь алгоритм, который я изложила, и у вас на руках все ответы и все бумаги, в том числе копии метакарт вашего подзащитного, то чтобы все это внести, занимает час времени и плюс еще 10-15 минут на отправку факса. То есть это достаточно отлаженный механизм и достаточно быстрый. Так, еще там вопросы какие-то. Приносите только нужную страницу на подпись, формуляр, заполняете позже. Да, мы приносим только нужную страницу, правильно. Про ордер еще вопрос? Подписывайте. Ну, адвокатам очень просто. Все на самом деле проще, чем тем, у кого нет юридического образования. И на самом деле намного проще тем, кто не адвокат. Поэтому, ну, с адвокатами вообще все понятно. Ордер, да. Но, тем не менее, вы не можете по ордеру подать жалобу в ЕСПЧ по обычному формуляру. Вот это нужно иметь в виду. Вам необходимо все равно заполнять формуляр и необходима подпись вашего заявителя. Потому что ордер у вас, он в уголовном процессе здесь, в Российской Федерации действует. Он у вас не действует в гражданском процессе. И, соответственно, даже вы медкарту не всегда по ордеру можете взять. Потому что закон подразумевает, что необходимо согласие на ознакомление с диагнозами, на ознакомление с меддокументацией. Поэтому вам необходима, конечно же, доверенность от вашего заявителя для того, чтобы получить медкарту. Иногда сотрудники в СИН идут навстречу и выдают. Но это, я считаю, что тоже неправильно. Поэтому все-таки формуляр вам и подпись заявителя необходимы просто. Оксана, еще тут Рональд задает вопрос. Я просто сейчас голосом его задам. Просто не знаю его дело. Он спрашивает, если грозит экстрадиция в страну, где человека могут убить сотрудники полиции, это может быть основанием для подачи правил 39. В общем, ситуация такая. Человек уехал из России, опасаясь преследования. Точнее, даже убийства при задержании. У него есть абсолютно 4 даже документа, подтверждающие, что у сотрудников полиции есть намерение его убить при задержании. Он находится за границей, в бегах, как говорится. И вот можно ли применить правило 39 к его ситуации, когда он в случае возвращения в Россию его убивают при задержании? Вот как-то здесь возможно применение правил 39? К тяжелобольным, конечно, мало относятся, но я скажу вам так, что, конечно же, вы можете потребовать обеспечительные меры, но думаю, что еще также можете попросить убежище, кроме правила 39, потому что немножко это разные вещи и немножко в разной правовой плоскости лежат. Ну, думаю, что отказ больше вероятен. Если вы подадите по 39 правилу, вполне вероятен и отказ. Ну, тоже не советую проверять на исполнимость. Даже если будет удовлетворено это ходатайство, возвращаться, наверное, в опасное. Безусловно, поэтому лучше убежище все-таки. Вот это интересная, кстати, идея, Оксана, спасибо. Юлия Киверина спрашивает, а сотрудники колонии проверяют документы, подписанные возражения за подпись несуществующего формуляра были от сотрудников колонии? Во-первых, это никакого личного дела у сотрудников колонии нет, для того, чтобы вникнуть в ваши с подзащитным вашим правовые отношения. Потому что, если это не касается тех, кто содержится под стражей, и обсуждение, допустим, уголовного дела с представителем по ЕСПЧ в рамках исполнения приговора, да, жалобы, если подается. Другой вопрос по тяжелобольным. Это не их дело, как вы исполняете свои поручения от вашего заявителя. Они не могут у вас отобрать формуляр и, допустим, отправить его на экспертизу, потому что они не надлежащие в данном случае лица. У нас, на самом деле, такого ни разу не было, но если было, ну, Российской Федерации мало бы не показалось. Оксана, здесь вопрос из Фейсбука, с трансляцией на Фейсбуке от Аллы Дунаева. А еще, есть ли статус подозреваемого, обвиняемого, то тоже есть шансы изменить меру пресечения в случае тяжелого заболевания? Да, безусловно, у нас такая практика есть. Я уже сегодня рассказывала о том, когда мы освобождали тяжелобольного заключенного из-под стражи по постановлению номер 3 с кардиомиопатией и впоследствии переводили его в кардиоцентр. А также вот этот как раз Дима, первый наш подзащитный, которого мы тоже освобождали из-под стражи. Как раз-таки тоже по постановлению номер 3 мы его освидетельствовали. Но здесь как раз нужно иметь в виду то, что многие путают 54-е постановление о освобождении по болезни и постановление номер 3 об освидетельствовании подозреваемых, обвиняемых, находящихся под стражей на наличие заболеваний тяжелых. Там нужно смотреть перечень, там немножко разные вещи и подозреваемых все-таки гражданские больницы освидетельствуют, а не больницы ФСИН. Но, безусловно, освободить можно, если инициировать в судебном порядке данную процедуру. Спасибо. Еще. Так, кто посылает вопросы лично мне, посылайте всем. Потому что я тут не понимаю, мне можно ими делиться или нет, задавать их. Еще, пожалуйста, есть вопросы у кого-то? Если не будет вопросов, то мы будем заканчивать. Так, Арафио спрашивает. Например, в практике ЕСПЧ что считается тяжелым заболеванием? Например, сахарный диабет, которого не лечат и не поддерживают в тюрьме или в следственном изоляторе? Здесь дело в том, что немножко некорректный вопрос построен. Что такое в практике ЕСПЧ тяжелые заболевания? Тяжелые заболевания у нас, если касается дела больных заключенных, они, конечно же, это те, кто осужден к лишению свободы, я имею в виду заключенные. Прописаны в перечне заболеваний к постановлению 54. Оно обновлялось в феврале 2020 года. Перечень достаточно обширный, и заболеваний там масса, нужно посмотреть. Но важно не то, что вы по 39 правилу подаете и пишете, что прошло освободить. Я уже говорила об этом в связи с тем, что у человека тяжелое заболевание. У вас его не освободят. И ваша жалоба будет признана неприемлемой. Вы должны говорить о том, что человека не лечат, не оказывают помощь, либо оказывают некачественную помощь. Как мы доказывали это? Мы брали в больнице тюремной справку о том, что у них нет в штате врача-онколога или врача-кардиолога. Нам такие справки они вынуждены были по запросу давать, потому что их действительно нет. Были случаи, когда, как вы помните, тюремная медицина меняла лицензии, и в условиях больниц тюремных не оперировали людей. И мы брали справку о том, что у них нет лицензии на оказание анестезии. И в связи с этим подавали, и в связи с этим впоследствии Российскую Федерацию обязывали принять обеспечительные меры. Но в силу объективных причин Российская Федерация не могла эти меры принять, и поэтому она сама подавала ходатайство по 54-му постановлению и освобождала наших подзащитных. Поэтому здесь нужно вести речь о том, что считается тяжелым заболеванием в нашем законодательстве, а не о том, о чем думает ВОЗ или в каких постановлениях ЕСПЧ то или иное заболевание было тяжелым признано. Здесь как раз важно наше российское национальное законодательство и то, что у нас прописано. Да, интересно. Я всегда думал, что Европейский суд воспринимает только практику европейского суда. В данном случае нужно обязательно ссылаться на национальные правила. Еще от Аллы Дунаевой вопрос. А если нет в перечне заболевания, но по МКБ эта болезнь считается тяжелой, то ЕСПЧ примет положительное решение по 39-му правилу? Если человека не лечат или если ему не могут оказать помощь в лечении данного заболевания и его состояние ухудшается в условиях тюремной больницы, и вы об этом указываете в 39-м правиле, в жалобе по 39-му правилу, что человека не лечат и что человеку не могут в условиях больницы оказать помощь по данному заболеванию в связи с тем, что отсутствует специалист, отсутствует установка, например, для химиотерапии, либо отсутствует что-то еще в штате хирург, ангиохирург, например, и у вас должен быть ответ непременно в качестве доказательства, то, конечно же, вы можете подать. Здесь вопрос от Евгения Фанова. Просить перевод в больницу или заставить оказать медпомощь? По-моему, это уже был вопрос. На самом деле это очень просто сделать в российском законодательстве без подачи жалобы по 39-му правилу. Я считаю, что, наоборот, это будет злоупотреблением правом. Сначала нужно подать начальнику колонии заявление от имени заявителя вашего доверителя, либо от вас как адвоката или представителя о переводе вашего подопечного в тюремную больницу для обследования в связи с тем, что его состояние здоровья ухудшается. Если вам дадут отказ на данное заявление, вы идете в прокуратуру по надзору, получаете отказ, и тогда вы уже можете подавать по 39-му правилу, если вы уверены, что он нуждается в лечении. В условиях больницы. Опять же, это очень спорный вопрос, потому что мы с вами не врачи, и поэтому лучше, чтобы у вас было заключение гражданского специалиста по тому постановлению, о котором я уже тут раз пять говорила, 1466, который бы написал вам, что действительно человек нуждается в госпитализации, либо он нуждается в операции, либо в экстренной помощи, либо в УЗИ и так далее, чтобы у вас были эти документы, чтобы вы не просто на собственных ощущениях основывались, а именно на врачебных результатах и всяких заключениях. Спасибо, Оксана. Сейчас, возможно, еще будут вопросы. Я просто займу некоторое время. Напомню, что каждую среду мы встречаемся в ESPCH-навигаторе на прямых эфирах. Сегодня Оксана была нашим гостем. На следующей неделе, 8 июля, в это же время, 19.00, в следующую среду, у нас в гостях спикеры Марина Макарова. Это магистр права, юрист ESPCH, до 2012 года она работала в ESPCH, адвокат сегодня Центра содействия международной защиты. И также юрист Центра международной защиты Оксана Преображенская. Они с нами будут делиться тем, как получить компенсацию за условия содержания в местах лишения свободы. У нас, получается, такие две недели, посвященные правам заключенных. Пожалуйста, заходите на это мероприятие. Оно абсолютно бесплатное. Дальше через, прошу прощения за опечатку, через, получается, в среду, 22 июля, у нас будет первое такое международное, международный прямой эфир. Вэлэри Сперлинг, профессор университета Кларка здесь в США, и Лиза Санстром, профессор университета Британской Колумбии, это Канада. Они будут рассказывать о том, как же сложно женщинам добиться рассмотрения дела по дискриминации в европейском суде по правам человека. Чтобы вы не пропустили мероприятие, вы можете прийти к нам в чат, в телеграм-канале, либо записаться на канал, тоже в телеграме. То есть в чате мы там и консультируем, а в телеграм-канале вы там раз в день получаете какую-то информацию о том, какие мероприятия проходят. Я могу эту ссылочку сейчас скинуть. Так, ну в общем-то, все, что я хотел сказать, пока я говорил, еще пришли вопросы. Оксана, я понимаю, что в Екатеринбурге уже, точнее в Челябинске уже поздно. Еще минуточку твоего внимания. Да, все юристы работают по ночам, поэтому мы все понимаем. Так, могу ли я обратиться к спецу-врачу и получить его рецензию, если я обращаюсь к врачу и опишу, какая у клиента болезненные ощущения, то это, чтобы не терять время, пока мне дадут копию его медицинской карты, и это уходит время. Ну, я считаю, что это тоже злоупотребление права с вашей стороны будет. Даже если вы знакомого врача найдете, который согласится вам описать какую-то болезнь непонятную, не видя вашего подзащитного и своего пациента, и не видя даже меддокументацию, то не совсем корректно это будет. Поэтому лучше все-таки действовать нормальным законным способом. Это получить медкарту или хотя бы какую-то выписку или заключение врачебной комиссии. И, безусловно, лучше, еще лучше, если вы реализуете, опять же таки повторяюсь, все тоже постановление 1466 и приведете сами врача к своему подзащитному, который его пощупает и напишет заключение. Оксана, вот еще в Facebook. Оксана Дунаева спрашивает, а как же долго приходится ждать эти ответы, я так понимаю, из СИЗО? Да, к сожалению, зачастую это долго. Если человек находится при смерти, то лучше по 39-му правилу написать сразу и описать все, что есть. Зачастую какие-то документы есть и до того, как он поступил в колонию или в СИЗО от родственников, их можно копии получить. Ирина вас благодарит, спасибо, очень полезная информация, интересная. Рафио в АСПЧ примет такую рецензию, если я опишу, что это срочно и это пока, что пока медкарту мне не дали. Вы можете попросить обеспечительные меры о предоставлении меддокументации. Если у вас есть отказ в предоставлении данной меддокументации, вы пишете начальнику учреждения с просьбой предоставить меддокументации, копии, однако если у вас есть для этого разрешение вашего доверителя. Но, между прочим, можно и попросить в ЕСПЧ обязать Российскую Федерацию предоставить вам встречу с вашим доверителем, где вы тут же письменно берете у него согласие со знакомлением вас с его диагнозом и с медкартой и просьбой выдать копию. Если они пишут отказ, опять же таки вы в ЕСПЧ на стадии коммуникации по 39 правилу указываете, что вам отказывают в выдаче медкопий. Другой вопрос, когда вы подаете жалобу в ЕСПЧ по 39 правилу, то когда Российская Федерация отвечает вам, она уже и сама вам эту копию медкарты присылает в этом ответе. Чтобы получить разрешение от доверителя, то адвокат не вправе получить от доверителя напрямую его подпись. Любой док, адвокат вправе получать через консультацию. Я не знаю. Я не совсем поняла. Я тоже. Уже адвокатская палата показывала адвокат, наказывала адвокат, если адвокат получил подпись непосредственно. Ну, адвокат имеет право, и не только адвокат, любой человек имеет право у доверителя получить подпись. Это не проблема. А другой вопрос к вашей адвокатской палате. Ну, обжалуйте, пожалуйста, это же нарушение, что они вас наказывают за это. Хорошо, здесь уже пошли такие общие вопросы по полномочиям адвоката. Спасибо большое, Оксана. Тяжелый получился эфир в плане технических моментов, но мы это выдержали. Все слышно, все видно. Спасибо огромное. Я тут смотрю у нас и в Фейсбуке, многие за нами следили, слушали, и будет в записи это все. Поэтому огромное спасибо, Оксана. Я вот лично благодарен тебе, твоим коллегам из твоей юридической фирмы, что вы занимаетесь такими делами. И то, что вы разработали специальный формуляр, это вообще просто великолепно. С помощью других юристов, которые нам тоже помогали активно. Из Москвы, в том числе и из правозащитных организаций, мы вывели общий формуляр, который вообще крутой, конечно. Спасибо большое всем. Хорошо. Я не знаю. Наверное, уже все, больше нет вопросов. Я думаю, что нужно прекращать эфир. Если остаются вопросы, вы, пожалуйста, приходите в чат ESPCH-навигатора. Там на вопросы отвечаю не только я, ведущий этого канала, этого чата, но и другие участники. И поэтому коллективным разумом мы решаем многие вопросы. Кто еще? Презентация, я не знаю. Оксана, можно? Да, я сделаю презентацию. Да, конечно, я сделаю презентацию. Единственное, что формуляр не обещаю, но в силу конкуренции. Ну, а остальное я вам, конечно, для помощи пришлю. Хорошо. Спасибо большое. Я выложу это все в видео вместе с презентацией. Тот же чат-канал Телеграма. И все можете пересмотреть, кто, может быть, поздно присоединился или просто пересмотреть. Всегда полезно пересмотреть. Спасибо, Антон, большое. Всем спасибо. Вам спасибо. Всем хороших. Сегодня выходной, оказывается, да? Все идут голосовать. Всем всего хорошего. До следующей среды. А те, кто участвует в полном курсе, в эту субботу у нас как раз тема будет по 39-й статье. Приходите. До свидания всем. Оксана, всего хорошего. До свидания всем. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...